Сейчас объявят войну и призовут меня на фронт. За что воевать? За власть? Нет, она мне ничего не дала. Ни квартиры, ни земли. За березки и речушки? Нет, там стоит табличка «Частная территория». Ну и за что же? Ну и сам вот этот детский сад с этими позывными. Это так смешно. Неужели тебе самому как-то какой-то дискомфорта ты не ощущаешь, когда ты едешь по Первомайской и видишь подобное? Кадыров, я уже привык к тому, что я тебе сообщаю о бунте в твоих рядах. Вот сейчас ты не поверишь, но твой муфтий Салав Межиев, он ополчился против тебя, выступил против тебя. Причем сделал это настолько наглым образом, он призывает, чтобы ты поехал воевать в Украину. Ты, говорит, ребят типа молодых призываешь отправляться в рай, а сам, говорит, туда не спешишь идти в этот рай. Привет, как ты относишься к лозунгам построить стену на границе с Кавказом? Многие российские политики о ней говорили. Слушайте, я к этому отношусь, конечно, негативно. Это не нормальная повестка в современном мире. Но если хотят так отгородиться, я только поддержу. Но в целом это ненормально. Мы должны стремиться к тому, чтобы жить в мире согласия, иметь нормальные партнерские отношения, ездить друг к другу, туристами в гости, работать и так далее. Иметь нормальные отношения в целом в этом мире. Так как бы повестка должна быть такой. Если изначально ставится повестка так, давай там отгородимся. Да, конечно, можно. Но это не ведет к какому-то нормальному сосуществованию. Это уже изначально какой-то неправильный подход. Поэтому я, если кто-то оттуда будет этого желать, если оттуда инициатива будет оттуда идти, то, конечно, мы не будем против. Окей, скажем, пожалуйста, если вы хотите. Но эта инициатива не должна исходить от нас. Мы должны изначально, как цивилизованные люди нормальные, подходить к этому с какой-то прагматичной точки зрения, учитывая мировой опыт, нормальные визовые режимы, безвизовые режимы. С учетом всего этого. Мы же должны подходить не так, знаете, давайте посмотрим, как будет удобно там для власть имущих. А как нам надо исходить из того, как будет удобно для людей, поживающих в наших странах. Если нам будет удобно от того, что у нас будет стена, и мы друг к другу не сможем ездить, то да, окей, тогда стена. Но я что-то сомневаюсь, что в современном мире так может быть жить удобно. В глобальном мире, по-моему, это абсолютно неудобное явление. И то, что Россия вообще сегодня как бы делает, вот этот вот тренд на империализм, все наши враги, доказать, что мы крутые путем войны, это ведет к изоляции России, уже как бы Россия страшно изолирована. Это далеко неправильный подход. Это не приносит какой-то пользы российскому народу в целом. Их жизни становится лучше. Абсолютно. Они становятся богаче. Их жизни становится удобнее, комфортнее. Нет, становится наоборот хуже. Они беднеют. Им становится менее комфортно делать покупки куда-то. Да просто жить. Просто жить становится крайне неудобно. И это вот все аспекты жизни это задевает. Здравоохранение, лекарства, поступление каких-то нужных лекарств, они перестают поступать. В общем, вот все просто любые аспекты жизни, которые мы можем уменьшить, они все ухудшаются, не улучшаются. Поэтому это неправильный подход. Наоборот, нужно об этом подумать, что вот это вот, то, что делает сегодня Путин, российская власть, это ведет только к ухудшению ситуации. А надо делать так, чтобы ввело к улучшению. Кто выиграл от того, что сегодня они вторглись в Россию, в Украину? Давайте подумаем, даже вот представим, что Россия сейчас выиграла там, скажем, какую-то тактическую победу. Допустим, одержали. Донбасс стал частью России. Часть Запорожья стала частью России. Вот оккупировали территорию, аннексировали и включили. А в чем выигрыш для среднестатистического россиянина? Вот что он от этого приобрел? Просто какое-то самоудовлетворение сказать, что его страна стала большей? А что в конечном итоге он, что он от этого получил? У него облегчилась возможность путешествовать, что-то покупать, продавать, работать, учиться в каких-то хороших вузах? Что у него? Что он приобрел? Ничего. А если он, если ничего этого бы они не делали, если бы они вместо этого развивали бы свою экономику, развивали бы нормальные отношения с западным, прежде всего, миром, который, безусловно, является сегодня центром мировой цивилизации в плане технологий и так далее. И если бы они добились безвизового режима с западными странами, допустим, свободной зоны торговли и вот так далее, в полной интеграции, то жители России от этого бы только выиграли. Сегодня вы чувствовали себя так же, как чувствуют там среднестатистические европейцы или австралийцы, американцы. Поэтому надо все-таки на это смотреть. Правильные какие-то приоритеты для вас, для россиян. Сейчас объявят войну и призовут меня на фронт. За что воевать? За власть? Нет, она мне ничего не дала. Ни квартиры, ни земли. За березки и речушки? Нет. Там стоит табличка «Частная территория». Ну и за что же? За то, чтобы где-нибудь, сидя за столом, выпивая там с забутыльниками, можно было сказать, а ты знаешь, у нас одна четвертая суши, там какая самая большая страна, мы держао. Чтобы это можно было заявить, наверное. И это максимум. Вообще стремление народов, наций, государств, стремление к доминированию, к величию, к успеху, это нормально. Но только к какому? Понимаете, вот в чем вопрос. Если эта страна, народ, нация, она стремится к тому, чтобы быть лучше остальных технологиями, освоениями, я не знаю, космоса, жизнью, уровнем жизни своих граждан, если вот этим они завоевывают, можно сказать, авторитет, это величие в этом мире, то да, это круто, стремитесь. Никто не говорит, что в целом это стремление неправильное. Но когда ты ничего из этого не даешь своим гражданам, окружающему миру, ничего не даешь из технологий каких-то удобств, жизни для своего народа в плане здравоохранения, образования и так далее, ничего из этого не даешь, но при этом пытаешься еще и отобрать у тех, кто пытается вот так правильными методами перейти к улучшению своей жизни, к некому величию, ты у них наоборот еще пытаешься отобрать и навязать им свою модель вот этой жизни, когда у тебя нет этого стремления, ты берешь еще больше, обхватываешь территорий, и они тоже вынуждены теперь руководствоваться вашими же жизненными приоритетами. Им тоже ты это навязываешь. Вот это вот, это очень удивительно тупая империалистическая логика, удивительно просто тупая. Вот Соединенные Штаты Америки, они безусловно доминируют в этом мире, и их доминирование при всех минусах Соединенных Штатов Америки никак не оправдывая все то, что они там делали и еще могут сделать, но при этом основной упор на доминирование, это не завоевывание территорий, а это технологии, это экономическое процветание, они таким образом, да, огромный упор на обороноспособность, на то, что у них там самая передовая армия, но нету какого-то завоевания других территорий, аннексия этих территорий, нет. Зато есть одно из самых крутых образований в мире, одно из самых удобных бизнес-возможностей для бизнес-реализации, то есть климат для инвестиций, для самореализации, и всевозможные какие-то там экономические ништяки. Вот это вот все реализовано. Технологии, первое место в мире по технологии насвоения космоса, все-все-все. И тем самым, да, поэтому мы что мы получаем в итоге? Это, да, это империя, очень серьезная, доминирующая империя. И она со всех сторон такая. И она как бы развивается дальше, не стоит на месте. Она очень тяжело представить себе сегодня страну, и в каком году, в каком веке она сможет как-то с ней там конкурировать. Это за счет того, что они работают над этим. Но не путем завоевания каких-то там. Допустим, они не идут войной на Канаду, чтобы сделать ее частью Соединенных Штатов Америки. Хотя северный сосед, вроде как, могли бы целый материк под себя поднять, но нет, не делают. Наоборот, в союзничестве с ними работают. Это не значит, что там нет каких-то, да, там есть много чего, что можно отметить, да, из каких-то плохих проявлений. Но я имею в виду вот этот сам подход, понимаете, к империализму. Там он совершенно другой. Может тоже не всегда правильный, но другой. По крайней мере, нет того, что творит Россия. Кадыров, я уже привык к тому, что я тебе сообщаю о бунте в твоих рядах. О том, что люди из числа твоих соратников начинают как-то тебе пакостить, не придерживаются пути Ахмата Кадырова, где-то за твоей спиной дружат там с людьми, которых ты критикуешь. Вот сейчас ты не поверишь, но твой муфтий Салав Межиев, он ополчился против тебя, выступил против тебя. Причем сделал это настолько наглым образом. Он призывает, чтобы ты поехал воевать в Украину. Ты, говорит, ребят, типа молодых, призываешь отправляться в рай, а сам, говорит, туда не спешишь идти в этот рай. Тебе самому, говорит, хочется там лежать. В общем, лучше послушай сам, что я тебе рассказываю, сам послушай, что он говорит. Представляешь, он так наглым образом сидит и перед камерой такие вещи высказывает. Вот нельзя, конечно, сказать, что он не прав, конечно же, мы с ним не можем не согласиться, но сама наглость, она вызывает какое-то недоумение. Поэтому ты с ним разберись, Кадыров сделай так, чтобы этот муфтий опомнился, пришел в себя и сменил свой тон. Ко мне поступила фотография с улицы Первомайской, это улица в городе Грозного, она находится, это центр Грозного. Так вот, на этой улице, на одном из домов, есть вот такое вот граффити, это изображение, как это назвать. И здесь, видите, вся вот эта Кадыровская братья, и там указаны их позывные, а сам Кадыров указан под позывным Дустум. Но большинство людей в этой фотографии, конечно же, заинтересовало и как бы волновало. Вопрос, который они задавали, был, на каком этапе развития ты остановился, на каком возрасте ты остановился, что ты считаешь нормально. Ты ведь по-любому как-то проезжаешь эту улицу Первомайскую, она находится непосредственно рядом с этим, с твоей резиденцией. Ты по-любому это проезжаешь, ты по-любому это видишь. И вот на каком этапе развития нужно зависнуть, чтобы это изображение воспринималось как что-то нормальное, чтобы ты мог вот так на себя смотреть и думать, круто, так и должно быть. Это первое. А второе, Дустум, ты знаешь, что этот генерал Дустум, в честь которого ты себе это позывное взял, этот генерал Дустум взял ноги в руки и сквозанул с Афганистана, когда талибы начали наступать на Кабул. Когда американцы оттуда соскочили, оставили этих Дустумов и остальных, проамериканское правительство, когда их бросили и ушли оттуда американцы, Дустум вместо того, чтобы сразиться с талибами, он просто взял ноги в руки и соскочил в Узбекистан. Да, прикинь, и ты после этого, нет, чтобы хотя бы сейчас, да, мы знаем, что ты с нулевых так именно себя называл, радио позывной твой был Дустум, но, блин, после такого как бы косяка недостойного, который запорол этот твой кумир Дустум, по-моему, можно было бы сейчас уже отказаться и там, хотя бы, если вы пишете, вместо Дустум написать свое реальное имя, неужели ты считаешь, что после того, что он сделал, это можно еще как-то и называться. Хотя, честно говоря, неудивительно, что ты так считаешь, если ты считаешь, что перейти на сторону врага и после этого говорить что-то о мужестве, о достоинстве, это нормально, то почему тебя должно смущать то, что Дустум сквозанул из Афганистана, поэтому нет, конечно, ничего странного. Но вот сама фотография, знаете, о чем задумался? Я с 2019-го живу в Швеции, сколько уже получается? Более трех лет, три с лишним года, почти 44 года. И за все это время, что я здесь живу, я не знаю до сих пор, как выглядит король Швеции, как выглядит там принц или принцесса, королева его, супруги, вообще-то семья королевская, понятия не имею, как они выглядят. Я не знаю, как выглядит премьер-министр Швеции. Почему я этого не знаю? Потому что нигде по Швеции, когда ты едешь, ты нигде не увидишь какие-то билборды, фотографии какие-то на каких-то административных домах, зданиях. Блин, нигде я не видел вот этих вот фотографий, вот этого всего я не видел. Путь там короля Густава там или чего-то. Не видел, нет здесь такого. И даже, вот здесь недавно, кстати, на днях буквально, на неделе, проходили выборы, по-моему, в парламент, если не ошибаюсь. И вы не представляете, как здесь вот эта вот агитация проводится предвыборная. Никаких не было вот этих на домах каких-то там граффити, каких-то больших билбордов там с какими-то партиями, с лицами, ничего подобного не было. Знаете, что было вместо этого? Когда ты подъезжаешь, здесь очень много круговых перекрестков, движений. Вот когда ты подъезжаешь к этим круговым движениям, на газоне, перед круговым, на газоне, стоят такие, это бывает, как вот у нас перед магазинами раньше такие ставили, рекламные щиты такие маленькие. Так раздвигаешься, на четыре ноги они становятся. Вот такие вот стоят деревянные, деревянные эти с такими транспарантами на них. И там различные партии. И они все вместе. Вот у одной партии, вот у второй, третьей. Какие-то там их лозунги, имена там, что они декларируют. И вот эта вот вся агитация, по крайней мере, из того, что я видел. Может быть, где-то что-то и бывает, кто-то может мне сейчас скажет, нет, там где-то у нас было. Не знаю, я вот только это видел. И я подумал, как же это классно, когда вот так происходит. Перед выборами вот поставили, прорекламировались, потом это все просто взяли и выбросили. И нет никаких транспарантов на каких-то домах, зданиях, с рекламных огромных щитах. Нет, ничего подобного не происходит. Просто благодать. Как хорошо, когда эта политика, она не лезет в твою личную, иную жизнь. Когда везде тебе, куда бы ты ни посмотрел, ты вот этого всего не видишь. Ну и сам вот этот детский сад с этими позывными, это так смешно. Неужели тебе самому как-то не, какой-то дискомфорта ты не ощущаешь, когда ты едешь во Первомайское и видишь подобное. Просто почему у тебя не возникает желание остановиться там, вызвать того, кто это сделал и сказать, ты что, тебе не стыдно вылизывать меня? Убирай быстро. Я вообще, я не знаю, это реально, где надо было застрять, какой возраст. Это в лет 12-13 может быть порадовало бы меня, если бы я что-то подобное увидел себе где-то. Но сейчас, увидев подобное, мне стало просто не по себе.